Доброго времени суток. Несколько раз пыталась начать гайд для начинающих о старте в игре. И несколько раз получался какой-то многотомный фолиант. Поэтому все поделила на части, чтобы было покороче и не так утомляло. Что ж, погнали. Регистрировать аккаунт можно не только на почту от Mail.ru. Для регистрации можно использовать любой почтовый адрес. Играть можно в облаке или непосредственно со своего компьютера. Я пробовала на своем стареньком ноутбуке запустить игру в облаке. И знаете, вполне себе сойдет. Только вот бесплатных часов всего 10. А дальше требуется платить. Для затеста мне хватило и парочку часиков. Сам же ноут установлен на игру не тянет. Ему более 10 лет. В игре существует 6 рас. 3 на востоке и 3 на западе. Выбор расы никак не влияет на дальнейшую игру. Это только внешний эстетический момент. И на некоторых расах убого смотрятся костюмы. Котам зачем-то постоянно рисуют каблуки. А на Битворожденных и Гномах убого растянуты костюмы. У всех рас есть расовые скиллы. Но этими скиллами никто и не пользуется. Перевоплощение у Битворожденных и Дворфов только выглядит прикольно. В бою неприменимо. Хотя, пожалуй, я отмечу, у хорнийцев приятный расовый скилл, откатывающий путевые заметки. А у Фера мягкие лапки позволяют при падении не получать урон. То есть начинайте игру тем, кем вам нравится. На данный момент есть в доступе несколько промо-страниц с подарками. Эти подарки выдавали на выходы обновлений и страницы доступны на официальном сайте игры. Ссылочки я оставляю в описании. Зайдите и залутайте все, что там имеется. Брать или не брать премиум сразу. Я раньше считала, что надо приобретать премиум. Так как это дает очки работы, которые нужны для синтеза и открытия кошельков. Но потом пришла к выводу, что если на старте игры играешь совсем еще не активно, то лучше взять Сиоль. Сиоль предотвращает потерю опыта при смерти персонажа и очки работы получаешь в виде банки на 2500 очков работы. Эта банка будет храниться до тех пор, пока ее не используешь. При активном премиуме очки работы копятся постепенно и при достижении 5000 перестают регениться. Если играете активно и очков работы не хватает, активируйте и премиум, и Сиоль. На старте нового сервера обычно бывает много разных наборов. И не все из них полезны и выгодны. Но на старых серверах есть пара полезных наборов. При покупке премиума можно приобрести набор за 400 рублей. Там премиум на 30 дней, глайдер Биплан, питомец Рыжелис, свитки опыта и Камнестранствий. Приобрести в первый раз такой вариант премиум не так и плохо. Также есть набор домовладельца. В составе Сиоль, готовый фермерский дом, который не надо строить, быстрый остлик и земельные векселя. Раскачивать персонажа можно с помощью выполнения квестов, через ремесла и с помощью друга. Где-то в районе 50 уровня ваш друг или знакомый может отвезти вас в Эфенхал, бухту Китобоев или еще лучше сокрытую долину на Элитке. И в отряде вместе с вами прокачают вас, убивая жирных и эксповых мобов. Через ремесла прокачка происходит медленно. Нужна первоначальная голда и много очков работы. Так что если вы соло и нет помощи со стороны, то ваша дорога поднятия уровней идет через выполнение квестов. Все квесты в игре однообразные, принеси, подай, убей. Немного вернусь к уровням и расскажу про систему уровней в игре. Давно-давно в игре существовало только 50 уровней. Потом пришло обновление и появился 55 уровень. А спустя еще время решили ввести новые уровни. Но чтобы не плодить цифры дальше, назвали новые уровни героические уровни. После 55 уровня открывается первый героический уровень. И так до 55 героического уровня. Но скоро будет еще повышение уровней и дальше. За первые 55 простых уровней вы открываете скиллы. А с началом героических уровней вы открываете дополнительные свойства скиллов. Так называемые эфенрунды. В игру постоянно добавляются новые эфенрунды. Но большинство из них мало используемо. Также с ростом героического уровня повышаются такие показатели, как различные устойчивости. Возвращаясь к квестам. В игре существует три типа квестов. Сюжетные, которые доступны только для выбранной расы. Они обозначены зеленым восклицательным знаком над головой НПЦ. Желтый восклицательный знак – это задания, доступные всем, выполняются один раз. Фиолетовым восклицательным знаком обозначаются повторяемые задания, обновляемые раз в сутки или раз в неделю. Отдельной группой идут задания консорциум о синей соли. Это различные ремесленные задания, обозначаются зеленым листочком. По сюжетным заданиям вы получаете много опыта. Первую экипировку, эссенции, свитки пробуждения. По желтым заданиям вам дадут первого ездового питомца, боевого питомца, а также немного голды и расходки. Опыта по этим заданиям значительно меньше, но таких квестов на локации очень много. Чтобы не отставать от мобов на локации по уровню, выполняйте сюжетные задания и желтые квесты. Начиная с 30 уровня, вы можете брать первые ежедневные задания на разломы «Кровавая армия» и «Призрачный легион». За эти разломы вы получите немного очков чести и военные заслуги. Очков чести на первое время вам будет никогда не хватать, поэтому каждый день выполняйте эти квесты. Также примерно в районе 30 уровня вы попадете по квестам «Золотые равнины». Здесь, в городе Саммерфилд, будет доступен для вас квест «Консорциум осенней соли». Этот квест является обязательным для вас к прохождению. Так как именно по этому квесту вы получите трактор, пугало и первый свой дом, а также подкачаете немного алхимию. Обязательно делайте этот квест параллельно с сюжетными заданиями, бегать вам по одним и тем же локациям. С 55 уровня вы уже можете посещать и другие ежедневные разломы в «Бухте Китобоев» и «Ельфенхале». За эти разломы дают очки чести и военные заслуги. Где-то с 50 уровня или первых героических уровней вступите в гильдию от третьего уровня и выше. Делайте ежедневные задания на вклады. За эти вклады вы купите в гильдийной лавке плащ, питомцев и первую свою пижаму. После можете выйти или вступить в гильдию первого-второго уровня и возить любые паки без варов. Пройдя по сюжетной ветке квестов до 11 главы, вы получаете свитки пробуждения Акалита. С помощью данных свитков вы пробудите ромианскую экипировку и ваш ГС будет в районе 3000. Этого уже достаточно, чтобы пойти в первые данжи «Логово дракона» и «Последний день и Рамканда». Награда – очки чести и военные заслуги. Достигнув 6000 ГС, с очками чести станет уже значительно лучше. Для вас будет доступен Даскшир и Гардум. На Даскшире получаете еще и кирки на 500 очков работы. Примерно с 6000 ГС вы сможете уже самостоятельно фармить и Рамкант, набивать себе эссенции, кошельки, свитки пробуждения. С первого героического уровня прилепитесь к рейду. Выполняйте все задания, по которым бегает рейд. Это ежедневные задания и еженедельные задания, замковые квесты, падальщики и мини-РБ. Все, что там падает, вам пригодится. Пусть даже сейчас вы не понимаете, зачем оно вам. Позже разберетесь и используйте по назначению. В начале игры все будут вас стараться убить, игроки и мобы. Будут кикать с рейдов, называть твином и проявлять агрессию. А с отряда библиотеки вас могут кикать вплоть до 14-15 тысяч ГС. Поэтому постарайтесь быстрее проскочить начальный этап. А там вам будут доступны и данжи, и комфортная игра. В других гайдах я более подробно расскажу про экипировку, ежедневные и еженедельные задания, про гравировки и характеристики персонажа. Спасибо за внимание, за ваши комментарии и подписку на канал. До новых встреч!